приставка anti ну либо иногда считаются как anta либо вообще ant это значит противоположность например anticlimax это значит разрядка напряжения либо спад затем antiseptic антисептический это слово употребляется в медицине и значит обеззараживающий стерильный либо противогнилостный если хотите а вот уже слово antibiotic вы наверняка знаете но как... из чего оно произошло антибиотик это такие и это такое лекарство которое мы пьём там вводим допустим как-то наверно внутривенно нет почему нет таблетки таблетки да окей bio значит жизнь IC указывает на прилагательное то есть противобактериальный если очень упростить сильно ну а мы продолжим как acid acid если вот так вот первые три буквы ant мы закроем получится acid значит кислота acidity кислотность да так вот antecid это антицид либо антоцид противо как антоцид антоцид то есть о ты знаешь Кейт да ну его можно при повышенной кислотности желудка выпить там таблеточку либо раствор антоцида и тогда кислотность понизится да и это и есть его определение этого слова это антоцид это средство нейтрализующее кислоту либо противоядие противоядие это уже следующее либо понижающая кислотность antidote то есть противоядие противоточечное а? dot это точка противоточечное но не совсем но следующее слово antagonist имеет свои корни в греческом потому что там такая была антигона это какой-то негативный герой она хорошая была не правда хорошая была? да а кто это была? расскажи я не помню она дочка царя по-моему даже есть миф по-моему об антигоне ну не помню но она была хорошая это правда хорошая но тем не менее половинственный герой какого-то произведения либо драматического какой-то постановки это protagonist его ну такой bad guy его противник как это противник противник это antagonist окей переходим к следующему и пафос мы знаем что это значит чувство например эм а ещё пафос это остров да я этого не знал вообще-то какие ещё мы слова знаем с корнем пафос симпатия симпатия да симпатия эмпатия это значит эмпатия эмпатия апатия это апатия то есть никакого чувства просто нету так вот антипатия значит чувство которое негативное противочувствие то есть неприязнь отвращение либо несовместимость антипатия по-русски извините это мы уже очень глубоко зарылись тут в греческий thesis написав кучу эссе на английском языке Кейт уже нам сможет объяснить что же такое thesis тезис это main idea это какая-то главная мысль всего произведения располагается обычно в первом абзаце эссе чтобы дальше читателю было понятно про что будет остальное эссе Вау! Это и есть тезисное утверждение то есть thesis так вот antithesis это его противопоставление то есть антитеза противопоставление либо противоположный в риторике теперь я думаю вы не ошибетесь как только вы видите одно из этих слов вы сразу же выделите приставку ant но внимание пожалуйста не путайте его с приставкой ante потому что antecedent это значит идущий перед чем-то а например antediluvian это предисторический то есть очень древний а вот ante какие еще там слова antebellum antebellum ничего себе а что это такое предвоенный предвоенный вау anterior anterior да но не путаем с inferior и anterior значит anterior and posterior то есть то что спереди и то что сзади предшественники и последователи нет нет а это те кто это вот в машине например вот там бампер перед спереди ага нет да ну в этом видео мы не только посмотрели как тут мы балансируем на горной дороге но еще и выучили два два таких вот важных части от греческого ante и anti спасибо что смотрите